Обновление дорог в областном центре идет полным ходом. Напомним, по нас проекту БКД в Курске приведут нормативное состояние более 42 километров асфальтового полотна. В новом выпуске нашей программы мы проследим за ходом ремонта на улицах Карла Маркса и 50 лет Октября, а также побываем на двух объектах, где работа уже практически на финишной прямой. Усаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Улица Карла Маркса. Здесь бригада трудится на участке, который соединяет проспекты Победы и Дереглазово. Днем ремонтируют тротуары и устанавливают бордюры. Ночью укладывают асфальт. Все для того, чтобы не мешать автолюбителям и не создавать препятствий движению общественного транспорта. Кстати, помимо нашей съемочной группы, за процессом наблюдали специалисты из Поднебесной. Их технику планируют использовать в работе курские подрядчики. Это приехали к нам коллеги из Китая, приехали набраться, посмотреть, как мы работаем. То есть в Китае как бы чуть по-другому процесс происходит. Поглядеть наши технологии и как бы перестроить технику под наш рынок. Прежнее асфальтовое покрытие на этом участке давно требовало ремонта. Его привели в нормативное состояние по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На данном этапе работ мы произвели фрезерование дорожного покрытия. Это 15734 метров квадратных. Уложили выравнивающий слой асфальтобетонной смеси типа СП-16 порядка 2204 тонны. На данном этапе сейчас работ приступили к верхнему слою асфальтобетонного покрытия. Это тоже марка асфальтобетонная типа СП-16 толщиной 5 сантиметров. Следующий объект у улицы 50 лет октября. На момент съемки программы специалисты снимали старое изношенное асфальтобетонное покрытие. Фрезерование это производится для выравнивания асфальтной поверхности, чтобы укладка укладывала равномерно, ровно, укладывал поверхностный слой, чтобы водители ехали ровненько, не качало, не болтало. Работа здесь также, как и на Карла Маркса, выполняет по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Улица 50 лет октября является самым длинным ремонтируемым участком в областном центре. Убираем колейность, дефекты, трещины. Протяженность участка более 4 километров, квадратов 107 тысяч. По словам специалистов, явных трудностей во время проведения работы они не испытывают. Единственное, что порой мешает дорожникам – припаркованные машины. Я бы хотел обратиться к автомобилистам, чтобы где производится дорожная работа, то есть в данном случае фрезерование, по возможности убирали бы на ночь машину, или днем там фрезеровка происходит, или ночью. То есть убирали машину на этих участках. На момент съемки программы специалисты на 50% завершили фрезерование старого покрытия. Затем дорожники приступят к укладке выравнивающего, а потом и верхнего слоя асфальтобетона. Но есть в областном центре и уже отремонтированные объекты. Например, переулок и улица Блинова. Здесь обновили не только проезжую часть, но и пешеходную зону. К работам приступили 1 апреля, как только стартовал сезон дорожного ремонта. Сначала был демонтирован старый бортовой камень. Мы произвели подготовительные работы. Сняли деформированное асфальтобетонное покрытие, старое изношенное. Далее мы произвели замену люков, установили новый бортовой камень и произвели укладку асфальта в два слоя. Куряне отметили, ремонт этих объектов они ждали давно. Качеством работ все остались довольны. Да раньше я здесь очень часто бывала на самом деле. Ну так лет 4 я стабильно здесь была. И правда было очень плохо ходить. Сейчас вот даже как будто бы не заметила. Я не иду, я плыву, я парю. Скажите, пожалуйста, в каком раньше состоянии дорога была? В плохом. Сейчас очень хорошо, мне нравится. Ездили уже по ней несколько раз? Как опробовали, оценили? Я все время по ней езжу. Все замечательно. Улицу и переулок Блинова отремонтировали по национальному проекту безопасные качественные дороги. На эти цели было выделено около 27,5 миллионов рублей. Где проходит работа, а также какие улицы преобразятся за эту неделю, мы расскажем в следующем выпуске программы «Дороги 46». Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...